Радио Вера представляет Синодального информационного отдела Московского патриархата Главный редактор журнала ФОМА Преподаватель МГИМО Родился в 1973 году в Кустанае В 96 окончил Институт международных отношений А спустя несколько лет защитил диссертацию Кандидат политических наук С 2007 по 2009 Был заведующим Кафедры международной журналистики МГИМО С этой должности ушел По собственному желанию В связи с назначением на должность Председателя Синодального информационного отдела Владимир Легоида Входит в состав многих церковных советов И комиссий Известен своей общественной деятельностью Помимо прочего Член Совета при Президенте По развитию институтов гражданского общества И правам человека Женат трое детей Мы рады вас слышать И Владимир Романович Есть желание закончить нашу тему Которую мы подняли Уходить Которую мы с вами в прошлой нашей встрече обсуждали Все-таки удалось каким-то образом Отстоять вот это место Где должен был быть воздвигнут памятник Равнопостольному князю Владимиру И прислушались к нашему мнению К мнению специалистов И тем более вот У нас была достаточно большая программа Два дня назад Да Сегодня пятница В среду В эту среду у нас была программа Светлый вечер с Рустамом Рахматулиным Замечательным совершенно Координатором Архнадзора Которым мы полчаса Наверное где-то Плэйну программы Даже больше Обсуждали эту тему Памятник князю Владимиру Где он должен стоять Где он мог бы стоять И почему Воробьевы горы Это законченный уже комплекс Где ничего нового Быть не должно Так что поднятая тема срезонировала Вот чем хотелось бы закончиться Я единственное что могу еще раз повторить Что для меня кажется принципиальным Именно вопрос самого факта Установки памятника Вопрос места он чрезвычайно также важен Но он должен учитывать естественно И мнение москвичей И архитектурную так сказать Вписываемость Да и все остальное Но все таки место оно По отношению с моей точки зрения К самому факту памятника Вторично Хотя повторяю Что конечно безусловно очень важно Но что касается роли церкви То она заключалась в том Что комиссия под руководством Архимандрита Тихона Шевкунова Определяла результаты конкурса На памятник То есть вот церковь выбирала Именно не место А именно само изображение Сам проект памятника Вот здесь действительно Наша роль была решающая А что касается месту Здесь была общественная дискуссия И здесь не было Никогда церковь не наставила На каком-то одном конкретном месте Ну и хорошо что мы эту тему И затронули И она естественным образом Завершилась Можно сказать что в нашу пользу Ну в общем да Потому что мы выразили тогда Чаяние жителей Гагаринского района И вот Это один из московских районов Для тех кто живет В других городах Нашего вещей Собственно этот район Да Находится совсем рядом С Воробьевыми горами 13-14 июня Патриарх Кирилл Посещал Архангельск И возглавил торжества По случаю канонизации Анны Кронштадтского Ну вот Были ли вы там На этом мероприятии И что об этом В целом можно сказать Нет я там не был Но мне кажется Что прежде всего Это конечно связано С почитанием Такого замечательного Русского святого Как отец Анкронштадтский И я думаю что Многим нашим слушателям Хорошо известно Это имя И они обращаются к нему В своих молитвах И много знают И читали Об отце Иоанне Святом праведном Иоанне Вот Но могу сказать Что вот если говорить А может быть О такой медийной составляющей Что называется Что помимо обычного Освещения Визита Святейшего Патриарха В этом году Вот на странице Патриарха В социальной сети ВКонтакте Появилось две записи Как сказали бы Журналисты Эксклюзивные То есть сделанные Не сотрудниками Синфо Которые отвечают За ведение этой страницы Которые выбирают Цитаты Из публичных выступлений Патриарха А сделанные Непосредственно Патриархом Для читателей ВКонтакте Где он Поделился Своими воспоминаниями И от впечатления Посещения Архангельска И О.Б. Анингронштадтском И вот Одна из записей Довольно такая Длинная Она касалась Детских воспоминаний И Того Как он Как жила семья В каких условиях И так далее Потому что все это связано С теми местами В которых он Побывал И это мне кажется Чрезвычайно интересно Те кто Вот Зарегистрированы ВКонтакте Из наших слушателей Могут прочесть Это на странице Патриарха Те кто Не зарегистрированы ВКонтакте Ну могут Также зайти На странице Патриарха Либо Вот на сайте На сайте Фомы Это опубликован Этот текст переопубликован Со ссылкой на Запись ВКонтакте Но тут еще Как мне кажется Важно Сказать что У большинства людей В сознании Ангронштадтский Ассоциируется с Петербургом С Кронштадтом С Масским собором А здесь Не просто Архангельск Архангельская область Я был В свое время Когда-то В тех краях Примерно 500 километров От Архангельска Еще в тайгу Это Если просто ехать На поезде Ночь поезд идет Туда Вот это село Маленькое село Сур Где проходили торжества Вот еще что интересно Ведь Несмотря на Праведный образ жизни В дореволюционной России И в прессе И в обществе В общем Фигура Святого Иоанна Была довольно Неоднозначна И люди сетовали на то Что его встречают Джандармы на вокзалах У него свой пароход У него Значит Довольно состоятельные Прихожане А на его Богослужение Чуть ли не специальные Приглашения Рассылались И вот Пытались подсчитывать Какие суммы проходят Через его руки Сколько у него Вот этих самых Богатеньких Прихожан И вот В наше время Тоже можно Услышать Такие упреки От тех или иных людей Упреки В адрес священства Что вот вроде И на таких Они джипах ездят И в общем-то В физической форме Не в лучшей находится То что кстати Тоже некоторое время назад Правда Некоторым Другим людям Из правоохранительных органов Это тоже Вменялось Как бы Ну это была претензия Что они с такими пузами Вряд ли Ну главное цель найти Смогут да Догонять преступников И так далее И вот Насколько может Быть пример Праведного Иоанна Кронштадтского Примером что ли Для Или ответом Скажем Сегодняшним критикам Ну вы знаете В данном случае Это говорит о том Что Всегда найдутся люди Которые будут Смотреть Не на Духовное состояние Человек И не на ту Может быть Ральную пользу Которую Он приносит А на то На какой он ездит Карете Как говорили О батюшке Ане Кронштадтском Но Здесь мне кажется Конечно важно Понимать И ситуацию Для чего Эти вещи делались И Понятно Что этот человек Не стремился К приобретению Карет Там пароходов Вот И Тем более Что это был Совершенно Исключительный Случай Это был Как бы Сегодня мы сказали Феномен Особый Совершенно Вот И Если вот Внимательно Там почитать Знаменитый Двухтомник Отца Яна Моя жизнь Во Христе То там Вот что К чему можно Может быть Стоит обратиться В первую очередь Где человек Сам описывает Вот свои Ну и сомнения Терзания Если хотите И описывает Свою внутреннюю жизнь Ну и безусловно Какие-то внешние Проявления Вот Но По поводу критиков Я не знаю Знаете Собаке лает Караван Идет Здесь Повторяю Что всегда Находятся Какие-то вещи Какие-то люди Простите Которые Вот Смотрят И Считают Что это Самое главное Вот И на это На это Делают упор А вот мы Почему-то Всегда смотрим На фигуру Святого праведного Иоанна Кронштадтского В отрыве От контекста Эпохи Есть такая Очень классная Книжка Протопрессвитера Георгия Щевельского Последнего Протопрессвитера В 19-е годы Он уехал из России Где он Прямо Абсолютно Пишет Об искудивании Веры В начале 20-го века В России Об отношении Духовенства К простым людям Об отношении Простых людей К духовенству И к церкви И вот как раз Если все это Почитать Если все это Совокупить Как-то у себя В голове Получается Что да Одна из немногих Фигур Вот такой Яркой духовности Духовной жизни Это как раз Была фигура Отца Иоанна Поэтому наверное Люди и стремились Туда Видя вот это Оскудивание К какому-то островку Ну вы знаете И да и нет Я бы тут Может быть отчасти Только с вами согласился Ну во-первых Потому что При некоем Непростом Вообще Характере Что ли Духовной жизни Если можно так сказать В начале века Прошлого века В России Нельзя сказать Что это было Что-то из ряда Вон выходящее Что вот история Церкви не знала Таких периодов Оскудения веры И так далее Это во-первых Не так Потому что В это же время Например Появляется феномен Ученого-монашества Который скорее Положительно воспринимается Чем отрицательно Все-таки Многое другое И отец Иоанн Просто я боюсь Чтобы у наших слушателей Не сложилось впечатление Что вот На так сказать Абсолютно Такой знаете Духовной Пустыне Так сказать Выжженной Русского духовенства Вот сиял Один Иоанн Крашстадский Это совершенно Совершенно конечно Было не так Другое дело Что он действительно Был человек Особых дарований Да И поэтому К нему Тянулись люди Но это было время Когда и другие Духовники Знаменитые были И к ним Приходили люди И так далее Вот Просто у каждого Так сказать Свои дары И у каждого Свои таланты Поэтому здесь Скорее даже Это все таки Не вопрос Что касается Ацаяна Да это не вопрос Его какой-то Совершенно уникальности Например Там последний Духовник царской семьи Архиепископ Иофан Полтавский Удивительный Замечательный Человек Который Вот мне лично Сразу Врезалась в память Замечательная Его история С Розановым Когда Розанов Как мы знаем Известный Яркий Интересный Философ Метался в своих Духовных поисках Один из авторов Так описывает Его диспут Если можно так сказать С архиепископом Феофаном Когда Они прогуливались Где-то по аллее И Розанов С присущей ему Горячности Что-то доказывал Владыке Феофану О его неправоте Владыка молчал Ну и видимо Молился Розанов Не видя ответа Продолжал Доказывать Но уже как-то мягче Потом еще И через какое-то время Розанов замолчал Выдержал паузу И сказал А может быть Вы и правы Да Где-то я слышал Просто без персоналий Такая вот Замечательная история В которой Архиепископ Победил Не произнеся ни слова Но При том что Кстати Известно что Владыка Феофан Был человеком Который Скажем Например Неоднозначности Отношений В среде духовенства К личности Распутина Он был Относился к людям Который Изменил свое отношение К Распутину Он вначале С ним общался Но Потом Если мне не изменяет память Был факт Когда после одной из исповедей После какой-то исповеди Распутина Владыка Феофан Просто прекратил с ним Кое-либо общение Неизвестно Естественно В силу тайной исповеди О чем там шла речь Но вот он счел для себя Невозможным Вообще поддерживать Какие-либо отношения Вот для меня Это тоже очень такой Кстати интересный факт Исповедь Распутина Он ведь как гражданин империи Да Был обязан Хотя бы раз в год Участвовать в тайне А вот вы знаете По этому поводу И тут я как раз Это та часть Которая с вами готов Согласиться Безусловно Алексей Когда мы говорили О состоянии Духовном состоянии Общества Ведь известно Что Если я не ошибаюсь В 1916 году Была отменена Обязательно Исповедь в армии Вот И когда Потом Ну были произведены Какие-то Вот Или в 15 Ну короче говоря Вот в это время Да Когда Попытались Посчитать А сколько Солдат Добровольно Придет на исповедь И отменить 10% Вот И это тоже Конечно Характеризует Определенным образом И эпоху И Вот Формальные отношения Когда вот Они излишним образом Так сказать Церкви формализуются Для меня Например Эта цифра была Очень важна И значимым Потому что Когда я пытался Понять А как же так Вот люди Православной России Да Люди в православной стране В православном обществе Как они Буквально там Через несколько лет После страшных событий 17-го года Как они Потомки тех людей Которые веками Возводили храмы Пошли и стали Эти храмы рушить И вот для меня Вот эта цифра была Очень Объясняющей во многом Потому что Передовой отряд Большевиков Так сказать Понятно Что составляли В первую очередь У нас еще была Заменитая перепись 37-го года Которая о многом Сказала Но это уже Отдельно Безусловно И она показала Так сказать Другую сторону Этого процесса Конечно Напоминаем Что вы слушаете Программу Светлый вечер У нас сегодня В гостях Председатель Синодального Информационного Отдела Московского Патриархата Главный редактор Журнала ФОМА Профессор МГИМО Владимир Легойда И вот Владимир Романович Чтобы завершить Тему С святым праведом Иоанн Кронштадтским Очень интересно Еще Как Ведь В сознании Советского времени Иоанн Кронштадтский Безусловно Относился К такому Буржуазному Прошлому О котором Надо забыть И действительно Насколько я читал Советское правительство Сделало все возможное Чтобы память Об Иоанне Кронштадтском Как-то Ушла Безвозвратно Но тем не менее Уже в самом Начале Перестройки Мы видим Людские Толпы людей Которые шли И приезжали В Кронштадт И в Петербург И Сначала В русской церкви За рубежом Начались Какие-то Подвижки К канонизации К прославлению Анны Кронштадтского А потом И здесь В уходящем Советском Союзе Откуда Эта народная память Как Почему Она оставалась Ну Вы знаете Мне кажется Это и есть Феномен Живой веры Потому что Здесь Просто Совершенно Понятно Что И совершенно Очевидно Видимо То что Как бы не пытались Убирать Какие-то вещи Которые органично Присущи Людям Присущи Обществу Присущи Народу Все равно Это Это невозможно Уничтожить Несмотря на И колоссальные усилия Несмотря на То что Действительно Казалось бы Формально Как вы справедливо Отметили Вот Эта память Была стерта Но Видимо Эти вещи Которые Присущи Человеку Если можно сказать Естественным образом Их не так Просто Искоренить Вот И я вот Вспоминаю Например Замечательную статью Отца Павла Флоренского Про Православие Которая так называется Православие Где он Говорит О феномене русской веры Вот о русском православии Не о православии Вообще о русском православии О том Чем оно характеризуется И вот говоря о принятии Христианства Руси Он говорит о том Что это принятие Было органичным Что вот скажем То что можно Предположительно Определить Как какие-то Национальные черты Или черты Складывающиеся Нации Они естественным образом Восприняли Ну христианские ценности Как бы мы сегодня сказали И вот Мне это кажется Очень важным В понимании того О чем вы сказали Почему это не убираем Потому что это Присуще Вот Человеку И еще одна тема Которую мы хотели С вами обсудить Пасха И календарь Предложение Папы Римского Возможности Ну гипотетической Понятно Возможности Как-то совместить Празднование Пасхи Восточными христианами И западными Ну в первую очередь Вот интересно Ваша личная Точка зрения И То как вы Лично к этому Относитесь Как православный Как Человек Который живет В социуме Вы знаете Ну как уже было Замечено кем-то Это не впервые Звучит такое Предложение Из уст Католиков Вот Понятно Что вот Тентенция Ее Наверное Можно Порадоваться Что проявлено Такое стремление К единому дню Празднования Пасхи Но также понятно Что история Пасхали Для православных Церквей Это часть Традиции И Здесь От которой Ну просто так Невозможно отказаться Потому что за этим Стоят И многовековая традиция И смыслы Определенные Потом Знаете Я вот когда Папа выступил С этой инициативой Стали звонить Коллеги-журналисты И они почему-то Были уверены Просто не зная Может быть ситуацию Православной Церкви Что теперь должен Ответить что-то Московский Патриархат И вопрос будет решен Тем или иным образом И пришлось объяснять Что конечно Речь идет о том Что Мировое православие Всемирное православие Не имеет Единого административного Устройства И Если католическая церковь Административно Едина То В мире существует 15 православных Церквей Среди которых Самый большой Является русская Православная Церковь Но она не единственная И поэтому Естественно Решение такого уровня Если речь пойдет О позиции Всего православия Оно предполагает Решение всех Православных Церквей Для этого необходимо Ну Каким-то образом Им собраться Это обсудить И так далее Ну вот интересно Они в Константинополе Будут следующие В 2016 году Ожидается Проведение Всеправославного Собора Который иногда Ошибочно Иногда мне кажется Намеренно ошибочно Называть Вселенским Не понимая Или понимая наоборот Разницы И играя на этом На непонимании Многим Этой разницы Если Ожидается Проведение Этого Собора Если этот вопрос Будет включен В повестку дня Вот он может Будет рассмотрен Но вообще Когда Собор Будет более Вселенский Повестка дня Это тоже Один из важных Вопросов Подготовки этого И Собор Вообще-то Готовится уже Более 50 лет Поэтому понимаете Тут не все так просто Вот Ну Это вопрос Решения Довольно серьезного На очень высоком уровне То есть интересно Что получится Если мы придем К какому-то Общему знаменателю Как мы будем Отмечать в один день Пасху Или другие праздники Тоже Нет Пасхаль Это совершенно Отдельная история Лично мне Я не знаю Я не считаю Что это вопрос Первостепенной важности Хотя наверное Конечно Было бы Потому что Здесь есть Некая Такая История Связанная С Тем Что Христос воскрес Католики уже говорят Если допустим Раньше Католическая Пасха А у нас еще Проходит какое-то время Но вы знаете Празднуют же Православный мир Рождество В разной Православной церкви Разные Календари Разных календарей Придерживаются То есть мы Не едины В этом смысле Поэтому Пасха Одинакова А Рождество Нет Поэтому Это же не является Какой-то большой проблемой А вообще Как вам Сама ситуация Когда Администрация Президента Рекомендует Папе Как ему Выстраивать Диалог Там например С политическим Действием Администрация Американского Американского Да На мой взгляд Вообще ситуация Более чем нелепая Просто сама Я могу согласиться Да С теми оценками Которые звучали Которые Сводятся к тому Что это конечно Выглядит весьма странно Мы напоминаем Что вы слушаете Программу Светлый вечер На радио Вера В студии Владимир Емельянов Алексей Пичугин И так же у нас сегодня В гостях Председатель Синодального Информационного Отдела Московского Патриархата Владимир Легоид Мы вернемся Через минуту Светлый вечер На радио Вера Радио Вера Представляет Светлый вечер На радио Вера Еще раз здравствуйте Дорогие друзья Здесь Владимир Емельянов И Алексей Пичугин И у нас в гостях Как всегда по пятницам Руководитель Синодального Информационного Отдела Московского Патриархата Профессор Мгимой Главный редактор Журнала ФОМА Владимир Легоида Вот хочется вернуться К вашему Преподавательскому Опыту Сейчас заканчивается Или закончились уже ЕГЭ В школе Буквально Идут Насколько я понимаю Это непринципиально Факт то Что через пару месяцев Вы столкнетесь В аудитории С племенем молодым И незнакомым Абсолютно верно Вот Ну мы не будем говорить Об ужасах ЕГЭ И так далее Об этом Многие говорят Многие пишут Слава богу На мой взгляд Ну я не говорил никогда Об ужасах ЕГЭ У меня есть Вполне А вот и дискуссия Намечается Я как раз таки Никогда не разделял Позиции Об ужасах ЕГЭ Поскольку То есть Моя позиция Довольно простая Любой преподаватель Который когда-либо Принимал экзамены Прекрасно знает Что тест Всегда объективнее Чем устный экзамен Объективнее Объективнее Конечно Безусловно Объективнее Именно с точки зрения Того что понимается Под объективностью То есть отсутствие Субъективного элемента В оценке Потому что Представьте себе Такую простую вещь Вот сдает Там 100 студентов Экзамен У них принимает Два конкретных профессора А представим себе Что принимает Два других профессора Или там еще Какие-то два других Неужели вы думаете Что во всех случаях Будет одинаковая оценка У всех 100 студентов Нет конечно Конечно нет А если эти студенты Напишут тест На который есть Ну тесты современные Да По принципу Малый теплчоиск Где из четырех ответов Правильный только один Не важно кто проверяет Хоть машина Да Но здесь же тоже Есть элемент субъективности Когда студент Или абитуриент Перед сдачей теста Зазубрил эти даты Если мы скажем Говорим об истории Да На зубок Он знает их лучше преподавателя Это зависит Это вопрос качества теста Это другое Я говорю про оценку Про объективность оценки Что понятно Что вот любая тестовая система Она вот в этом узком смысле слова Она конечно более объективна Но Дальше начинается Вот то о чем вы говорите Тестовая система Не позволяет проверить Все то Что можно проверить С помощью экзамена С помощью письменного сочинения Которое тоже субъективно оценивается И так далее Поэтому проблема ЕГЭ Даже не в качестве самого ЕГЭ Об этом много говорят Пытаясь его улучшить Это правильно и нужно делать Но это второстепенная проблема Для теста Да Ну вот когда-то эти тесты будут Более-менее там Качественные Проблема ЕГЭ в том Что его нельзя Я об этом глубоко убежден Делать единственным экзаменом Что происходит сейчас Для большинства вузов Человек сдал Три профильных экзамена Подал документы в институт Прошел И ждет А что нужно Или прошел, не прошел А нужны естественно Испытания дополнительные Право на которое осталось У нескольких вузов Я сейчас не знаю Какие последние данные Но как-то это менялось Но я так понимаю Что лишь небольшой процент Российских вузов Имеет право принимать Еще и свои экзамены В частности ваш В частности МГИМО Да И так же как и МГУ Безусловно Соответственно Речь идет Ну понятно Что в творческих вузах Там своя история Соответственно Речь идет о том Что сейчас просто суммируются Баллы по ЕГЭ И это единственный экзамен Который оставили В некоторых вузах Но мне кажется Что конечно Вуз имеет право Проводить может быть Не одно А два испытания Какое-то полноценное Собеседование Которое Вот и мы проводим Собеседование Как часть творческого конкурса На факультете журналистики МГИМО Это именно часть Потому что есть письменная часть Где пишут сочинения И потом устное собеседование Оно очень многое показывает Оно показывает Мотивированность человека Оно показывает Понимание человека Ориентировку Или отсутствие Ориентации В профессии Которую он выбирает Бывает когда человек Полностью Совершенно не понимает Про что это Для чего это И в общем Никак не выражен Его интерес Реально И ты понимаешь Что он просто Круто бы поступить В МГИМО И так далее Он параллельно Еще в 10 вузов Послал Ради бога Никто Ну или сколько там Сейчас разрешается Никто не против Но Это важнейшие Важнейшие вещи Как я помню Как-то у нас была Много лет назад Была какая-то Общественная комиссия Которая проверяла Так сказать Непредвзятость Экзаменационной Комиссии В нашем институте И тогда Руководитель Вот этой Общественной комиссии Вот Он как-то Сказал такую фразу Мне Что вот Я вообще удивлен Что вы принимаете Собеседование Ну имел ввиду Не лично меня Вот Преподаватель вузов Я говорю Почему Он говорит Потому что вы Лицо заинтересованное Я говорю А вы понимаете Что вы только что сказали Вот именно потому Что я лицо заинтересованное Для меня не безразлично Кто ко мне придет С кем мы будем заниматься И кто потом будет говорить Что вот они учились в МГИМО И какие они Вот эти школьники Современные Которые приходят к вам И понятно Что их возможно Не очень хорошо учили Ну вот они к вам Они очень разные И с ними надо что-то делать Они очень разные С ними не надо ничего делать С ними надо просто Вместе Так сказать Проживать Вот как только ты Становишься в позицию Что надо с ними что-то делать Ты сразу Из вот учителя Вот в моем понимании Правильно превращаешься Вот в какого-то такого Знаете Урфина Джуса Который должен Так сказать Сделать себе Деревянную армию Нет Ни в коем случае С ними надо просто Очень честно общаться И я Немало Своим студентам Говорю нелицеприятных вещей В том числе О том Как я оценю уровень Их подготовки Их кругозор и прочее Но Большинством из них Вот с кем у меня Останавливаются Нормальные Откровенные отношения И общение Профессиональное Мы Не испытываем Из этого проблем Именно потому Что вот Когда люди видят Неравнодушные К себе отношения То они Соответствующим образом Откликаются Другое дело Что конечно Сейчас к сожалению Это общая такая уже Тенденция Общее мнение Что приходится По крайней мере Преподавателям Вот которые Имеют Представление о том Каким должен быть Учебный процесс Просто латать дыры Оставшиеся после школы И проблема Здесь как раз таки Вот одна из проблем ЕГЭ Чем нельзя не согласиться Именно в силу того Что он становится Единственным экзаменом А не в силу того Что он существует Как таковой Это то что Вот понимаете Чему бы вы не учили Детей Ну я там Не знаю Иногда младшие школьники Гимназисты поражают Своими знаниями Какими-то интересными Но проблема то в том Что Все заканчивается В 10 классе Потому что 2 года 10-11 класс Это 2 года Натаскивания На тест На тест Все То есть они Школа заканчивается В 9 Ну может быть так скажем В качестве полемического Заострения Давайте это примем В качестве полемического Заострения Но в принципе Естественно И чем более ответственно Школьник готовится К поступлению в ВУЗ Тем больше Он так сказать Занимается подготовкой К ЕГЭ А это Тогда вот то О чем вы сказали А можно тогда Я не знаю Как-то до абсурда Довести эту теорию И сказать Что школьники Которые Заканчивали Соответственно Школы до Начала ЕГЭ Там Последний год Был 2003 По-моему Да Они На порядок Получили лучшее образование Потому что для них 10-11 класс Это все-таки была Школьная программа А теперь Можно сравнить С теми Кто после 9 класса Идет в училище Ну порядок В гуманитарном В смысле В плане Оценки образования Они не очень понимают Что это такое Скорее такая Все-таки Большей степени метафора Не готов так сказать Нужно иметь какие-то Наверное Исследования Какие-то данные Но Есть Определенные вещи О которых можно говорить Это Более скудное Знание литературы Не фактов Из книг Произведений Своего понимания Я недавно Там пытался Как раз Помню студентов Ну где-то По поводу ЕГЭ По литературе Как-то их Немножко Подколоть И сам ошибся Например В возрасте Старухи-проценщицы Но это не мешает Мне любить И я считаю Неплохо знать Произведение Достоевского Они могут Прекрасно знать Те кто хорошо Вот я об этом Как раз В начале Я говорю Что в этом смысле Вы правы Безусловно Сколько лет Старухи-проценщицы Но понимаете Прорефлексировать На фразы Достоевского Через большое Горнило Страданий Моя Асана Прошла Или Поразмышлять На тему Почему на полях Черновика Романа Идиот Достоевский Пишет Князь Мышкин Равно Христос И насколько Что это значило Для Достоевского Как это Нам следует Воспринимать Читателю Насколько Вообще Допустим И так понимаете Это ставит Человека может поставить Просто в тупик Когда он знает Какие-то отдельные Вещи А при этом Как целостные Я это видел Опять же Когда учился В университете в США Когда впервые Столкнулся с таким феноменом Как краткий пересказ Массово У нас в университете Продавались В университетском магазине В самом В кампусе Продавались Американские Знаменитые Cliff Notes То есть Там условно говоря Все шедевры Мировой литературы Там Ну Десяти-двадцати Максимум Тридцати страниц Даже не христоматия В каком Не-не-не Не христоматия принципиальная Христоматия это выдержки Из текста А здесь Текста оригинального нет Здесь пересказ В каком-то смысле Может быть это неплохо Потому что я говорю Опять же Я не вижу беды Такой в сокращенном Пересказе Что-то освежить В памяти Быстро Или там Структурировать Вспомнить героев И прочее Но если это Не только Не как альтернатива Как только Это становится Альтернативой Прочтению Произведения Вот Тогда большой привет И вторая особенность Значит первая Это скудность Литературы Вторая Это намного Как это ни странно Может быть даже Намного Более плохая Ориентация В Просто в исторической Хронологии Даже Вот просто В понимании Вот как Одна эпоха Сменяет другую Или Мы стандартно Спрашиваем У студентов Ради интересов Абитуриентов Много лет подряд Почти у каждого Поскольку мы обязаны Понимать их Ориентированность В исторических процессах Просто перечислить Руководителей Российского государства Советского Российского От Сталина До Путина И практически Не было случаев Чтобы были названы все Лешка Мне кажется Мы сейчас с тобой Вот легко Даже на красный диплом Потрясаю Нет-нет-нет Это Насчет красного диплома Торопиться не надо Я говорю об абитуриентах Которые Ну поступили бы МГИМО А не факт Со всеми пятерками Друзья мои Во-первых Это не единственный вопрос На который уже знать ответ Чтобы поступить МГИМО А потом его еще надо закончить Дальше вы приходите К таким преподавателям Как мы Уже валят И дальше начинается А вы строгий преподаватель? Да сложно сказать А что такое строгий преподаватель? Это который Не ставит много пятерок Или А вот такое Знаете Я вот всегда Прошу прощения У меня есть курс Культурологии Я всегда студентам говорю Что у меня есть Наряду с рядом Недостатков для студентов У меня есть Некоторая особенность Для части По крайней мере студентов Я никогда не спрашиваю Больше того Чем я рассказывал Вот у меня лекционный курс Он авторский Он во многом связан Какими-то моими Громко скажем Концепциями Вот Поэтому я считаю Себя не вправе Спрашивать студентов То чего я им не говорил Но я им всегда говорю На первой лекции Там на всех последующих Что на зачете И на экзамене Который У меня сейчас Как раз экзамены проходят МГИМО Я всегда говорю Что мне нужно от вас на экзамене Знание Это три вещи То что Показать Что вы слышали Что я Говорил На что вы Владеете материалом Что вы по этому поводу Что-то думаете Светлый вечер На радио Вера Владимир Легоида Главный редактор журнала ФОМА Руководитель информационного отдела Московского патриархата И профессором ГИМО У нас сегодня в гостях Владимир Романович Ну начали мы эту тему С фразы Здравствуй племя молодой и незнакомой А вы действительно Не предполагаете каждый год Кто к вам в сентябре придет Есть, бывают неожиданности? Вот вы все-таки Ожидаете какой-то средний Один уровень А получается Другой Выше Или ниже Ну вы знаете Что значит предполагание Предполагаю И да и нет Потому что ты Во-первых Ну все-таки мы же работаем С конкретными людьми Это всегда индивидуальности Это всегда Неожиданности Чаще приятные Да? В этом году Для меня да Особенно Потому что я работаю еще В маленькой группе Вот мастер-класс Там 8-9 человек Это языковые группы МГИМО Они всегда маленькие И в этих же группах Проходит мастер-класс Журналиста Вот я всегда работаю С первым курсом И у меня Вот последние несколько лет Да и предыдущие У меня всегда Интересно складываются отношения Всегда Разные И очень интересные люди И даже с точки зрения Вот отношения К учебе И прочее Вот чтобы не получалось Знаете Вот моя оценка Какой-то однобокой Я-то считаю Что в лучшую сторону Последние несколько лет Все меняется Несмотря на то Что моя оценка Процессов происходящих в школе Она по-прежнему Такая Грустная Вот А в лучшую сторону Меняется что? Во-первых Мотивированность Какое-то понимание Людей Для чего им Что-то нужно А и потом Есть еще такой важный На мой взгляд Момент Может быть Это Ошибочно Я никаких-то замеров Особых не делал Вот Это скорее на уровне ощущения Вот Но не только Больше чем ощущения Мне кажется Что вот если Там еще лет 10 назад Там 8 Можно было говорить о том Что такое важное чувство Как ответственность Чувство ответственности Оно как-то уходит Из тех Необходимых качеств Для молодых Для молодого поколения То сейчас Мне кажется Что как-то идет возвращение К тому К пониманию Что вот есть такое Чувство ответственности Сказал Сделал И прочее Вот Потому что раньше Была очень тревожная Тенденция Что-то шло Параллельно С требованием прав Понимаете Вот у меня классический Ну вот Когда приходят студенты Я допустим Студентов Прошу не опаздывать Об этом им говорю И начиная там Со второго С третьего занятия И не пуская опоздавших И я помню Как мы с коллегой шутили Когда студенты говорят Вы вели полицейские Вы вводите полицейские порядки Говорили гордо студенты Значит мы говорим А почему полицейские Мы же не просим вас приходить За 15 минут До начала занятия Мы просим приходить вовремя А вы приходите Через 20 Через 25 минут После пар И вваливаетесь Так с чувством Выполненного долга И одолжения Сделанного преподавателя Ну простите Даже преподавательские В классическом вузе Профессорские 15 минут Никогда Так сказать Это 15 минут А когда студент Опаздывает на 20-25 Не могу другого слова подобрать Кроме того Как сказать Что он нагло проходит Вот на В аудитории Ну Какие же тут полицейские порядки И вот это всегда Знаете Чем меньше То есть человек Он не чувствует ответственности Своей Перед тем прийти Чтобы прийти вовремя Это уже дисциплина Ведь так же может На 15-20 На всю пару Не прийти Опоздать Любой студент Даже самый-самый лучший Самый талантливый Ну и что Пусть он тоже Ну вот и я Поэтому и предупреждаю Всех Что даже самый талантливый Либо должны раньше вставать Либо Либо пусть пьют кофе Ну то есть вы жесткий преподаватель В этом смысле да Это касается только дисциплины Или Нет ну как Я обычно говорю студентам Что я Поскольку стараюсь Не профанировать Ну свою часть работы То соответственно Я не позволяю Профанировать и их Соответственно Ну просто так Пятерок я не ставлю Вообще Пятерки ставлю Ну ставлю Нет в принципе Неохотно Нет нет почему охотно Как же нет Не знаю любой нормальный Преподаватель Пятерки ставит очень охотно Но понимаете Это же Когда ты слышишь Качественный ответ Понимаете Когда вот допустим Мы уже Там принимаем Допустим Вот я Экзамен по литературе Да И с чем сталкиваемся Что очень часто Студент Пересказывая Более-менее внятно Содержание произведения И не в состоянии При этом Будучи ответить Ни на какой вопрос Связанный с осмыслением Удивляется Почему им не ставят пятерку То есть им кажется Что если они могут Близко к тексту Что называется Пересказать содержание Что если они знают содержание Этого достаточно Но это Простите Это даже не старшие классы Средней школы То есть это трояк Заведомо Ну В лучшем случае А четверка за что Ну В средней Он не смог осмыслить То что он вам пересказал Это какая-то фотографическая Ну не фотографическая память Вызубренная Вызубренный материал Но тем не менее Он вам Это вопрос невызубренности Понимаете Вот допустим Там Есть там Замечательные произведения Великие произведения Мировой Литературы Которые мы проходим С нашими студентами И вот Юрий Павлович Вяземский Который ведет Этот курс У нас в МГИМО Он Строит Его на понимание Искусства Как парадокс Много им рассказывает На лекциях О парадоксе И объясняет Почему там Они обсуждают Это на семинарах У них благо Есть семинары Там В чем парадоксальность Там я не знаю Ромео и Джульетта И так далее А когда На экзамен Приходит студент И на вопрос Там парадоксы Ромео и Джульетта Начинает пересказывать Содержание Какая За что четверка А как вы себя В этот момент чувствуете Чувствую себя Очень грустно Как Молодые преподаватели Еще радостно Запоминают Или записывают Перлы студентов Ну вот я это имел ввиду Да Но это знаете Это Ну единственное Что я всегда говорю Что конечно Это возможно только тогда Когда студент понимает Чего ты от него ждешь Потому что в принципе Тут должны быть установлены Правила игры Да Так же как я вот допустим Говорю студентам Что вот есть такие правила Вот я не пускаю опоздавших Да Я кстати всегда прихожу там То есть я сам не прихожу В 9 Допустим В 9.05 Да Ну потому что понятно Что всегда где-то там Задержали Но в 9.05 Они должны все сидеть Да Но точно так же здесь Студент должен четко понимать Что Каковы правила игры То есть Что предполагает его ответ А что преподаватель Будет с него спрашивать Потому что это же не задача Пойди туда не знаю куда Принеси туда не знаю что А дальше я начну тебя гонять Что за по всему курсу Это не честно Неправильно Контропродуктивно Это же Ну как в любой подготовке Ты в начале Так сказать славных дел В начале курса Ты должен объяснить студентам А что от них потребуется в конце И не просто объяснить это в начале Но условно говоря На каждой встрече Об этом напоминать И обсуждая с ним То есть там Не знаю Произведение Не знаю Теорему Все что вы написали Что вот вы должны В результате Должны быть способны Там сказать То-то 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 Суметь сделать То-то 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 Вот и все А вы сами были студентом Безалаберным Или вот Нет-нет-нет Я был таким скучным Ну А все там Скучным отличникам Стройотряды Гитары Стройотряды Как-то мимо нас Уже проходили Вот А Ну нет Мы так веселились Конечно в общежитии И прочее Но в принципе Я к учебе Всегда относился Достаточно серьезно Особенно В плане там Ответственности Потом знаете У меня был Дурацкий синдром Отличненько Это всегда А что это такое? Ну когда вот Любая оценка Ниже Пятерки Да Воспринимается Как маленькая Трагедия Трагедия Про правду Есть Да-да-да А ты тоже Отличный Господь Ставь Мне немножко Спокойно Мне нужно Видимо Уйти Я просто Видел таких Людей Ну что ж Спасибо У нас в гостях Сегодня был Традиционно По пятницам Председатель Синодального Информационного Отдела Московского Патриархата Главный редактор Журнала ФОМА Профессор МГИМО Мы сейчас Подробно Говорили о его Так сказать Преподавательском Опыте Владимир Романович Легоид Спасибо вам Что вы нашли Время к нам заглянуть А в студии были Владимир Гемельянов Алексей Пичугин Всего доброго До свидания До новых встреч До свидания Светлый вечер На радио Вера